МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соревноваться паралимпийцы будут в таких видах спорта, как стрельба, академическая гребля, дзюдо, волейбол и параконое. Своим примером, эти сильные духом люди хотят показать другим, что не стоит отчаиваться и, несмотря ни на какие ограничения, всегда следует стремиться к своей цели. Редкие виды растений, животных и птиц. Почти на трех тысячах гектарах земли. На Днепропетровщине создана долгожданная межирича. Ландшафтный заказник общегосударственного значения. Его собирались создать еще 12 лет назад, и реальные шаги по разработке и согласованию проекта были сделаны лишь в течение последнего года. На днях президент страны подписал указ о создании межирича общегосударственного ландшафтного заказника. Данный комплекс расположен между реками Самара и Волчье Павлоградского района. Его общая площадь почти три тысячи гектаров. На степных участках, дубравах и сосновых лесах заказника поселились 182 вида животных и 130 видов птиц. Здесь произрастает 456 видов растений, 19 из которых краснокнижные. Чтобы сохранить первозданность природы, здесь запрещено вредить флоре и фауне, загрязнять водоемы, заезжать на авто, разжигать костер. Попасть на территорию ландшафтного комплекса можно из сел Вязевок, Вербки, Междуречье, Булаховка, Павлоградского района. Вскоре здесь установят специальные отметки. Теперь полиция Днепра будет осуществлять контроль за экологической обстановкой в регионе. Все это благодаря сотрудничеству со службой «Экопатруль». Недавно полиция и ее сотрудники подписали совместный меморандум. По его условиям, обе службы будут вести мониторинги по Днепру и области, содействовать улучшению общего уровня экологической обстановки благодаря контролю за безопасностью в Днепре и в Днепропетровской области. Для этого будет также определен фактор риска и осуществление всестороннего контроля за теми организациями и службами, которые негативно влияют на экологическую среду в регионе. Дань времени или воплощение коммунистического режима, подвижащее сносу. Днепропетровские общественники протестуют против демонтажа памятника юным буденовцам, расположенным возле музея комсомольской славы. Уничтожить скульптуру, возведенную в честь 90-летия комсомола, Днепропетровщине предложили на своей странице в Facebook народный депутат Украины Андрей Денисенко. По его словам, памятник от ИДО соответствует нормам декоммунизации, а потому избавиться от него следует незамедлительно. Свой пост депутат назвал прямым опрещением к мэру города. Реакция на высказывания Денисенко не заставила себя ждать. Позицию активиста в общественной организации, при умножем славы Приднепровья, озвучил ее председатель Виктор Березко. Вы посмотрите, что делается сейчас в стране и что это даст. Позитив нашему городу или нет. Хотим мы или нет, но так случилось, что у нас в городе, в том числе и в области, да и в стране в целом, общество расколано на две какой-то степени части. И сейчас вбрасывать эту еще идею – это дополнительная напряженность, внесение напряженности в ситуации в нашем городе и в нашей стране. По мнению общественников, скульптура – это произведение искусства, которое должно служить напоминанием об улых временах. К тому же возвели ее отнюдь не во время коммунизма, а в 2010 году – решением представителей областной городской власти. Памятник делали за счет добровольных взносов горожан. Есть вещи произведения искусства, куда вложен талант, гений, мысль людей с искрой Божией в голове. Это скульпторы, музыканты, художники. И они, отвечая требованиям времени, имея в душе иску любовь, создают произведения не только для нас, а для потомков. И если мы разрушаем эти произведения, то мы лишаем потомков памяти. Памятник в первую очередь олицетворяет юношество. Я хочу сказать, что эти люди, которые строили тот памятник, им сегодня уже достаточно много лет, за 70. Поэтому нужно, прежде всего, сохранять историческую память, историческую ценность, ради того, чтобы впоследствии мы имели хорошее будущее. Активисты надеются на поддержку представителей других общественных организаций и горожан. Удастся ли им защитить бронзовых буденовцев – покажет время. Вчера в городе стартовала акция под названием «Реформа ЖКХ». Для Днепра закон не писан. Ее инициаторы – жители Соборного и Индустриального районов, а суть – сбор подписей горожан под обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Люди возмущены противозаконным решением Горсовета, которое касается передачи их домов управляющим компаниям так называемых жилсервисов без ведомой согласия жильцов. Активисты считают, в подобных действиях представителей власти невооруженным глазом видна коррупционная составляющая. Иначе как объяснить навязывание неизвестных управляющих компаний? Напомним, два раза Горсовет принимал решение о передаче домов Индустриального и Соборного районов жилсервису-6 и жилсервису-15. Первое решение отменено в судебном порядке, но это не помешало появиться второму. Сегодня по заявлениям жителей в отношении чиновников Горсовета открыто уголовное производство городской полиции, областной прокуратурой. Подано обращение к главе облгосадминистрации.